Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов Винченцо Данти «Честь, торжествующая над обманом». Около 1570 года мрамор. Созданная во второй половине 16 века скульптурная группа, изображающая аллегорию триумфа, чести над обманом, принадлежит к тем образцам, прототипом которых стал гений Победы Микеланджело. Не только Винченцо Данти, но и Пьеррино да Винчи, Жаболония и другие воятели внимательно исследовали результат работы Микеланджело над созданием переплетенных тел в цельном куске мрамора. Более того, полагает, что именно благодаря этому возникла одна из основных матриц манеризма, а затем барокко, которое называется «змеевидная фигура». Винченцо Данти являлся не только скульптором, но и архитектором, инженером и преданным поклонником творчества Микеланджело. Он написал трактат о совершенных пропорциях из 15 книг. Первая книга была опубликована в 1567 году. Причем совершенство в пропорциях определялось им не только как соответствие частей целого, но и различных составляющих, в том числе возраста, пола и положения. Вот такое описание нашел в интернете к работе Винченцо Данти «Честь, торжествующая над обманом». Написано около 1570 года. Пока-пока, до свидания. Текст по книге «Великий музей мира». Красивая работа. До свидания.